Владивосток стал оранжево-черным. Город широко отметил народный и по-настоящему любимый праздник – День Тигра. Театрализованное шествие в ярких костюмах прошло от Покровского парка до центральной площади города. Настоящий полосатый отряд. Несколько тысяч горожан приняли участие в грандиозном карнавале. Главная цель этого праздника – привлечь внимание общества к проблемам сохранения дикой природы. Я коренной житель Владивостока, соответственно, я болею за будущее нашего приморского края. Тигр – это тигрица, я себя ощущаю тигрицей, защищаю своих детей, и у меня есть задумка баллотироваться. Поэтому все, что здесь сегодня происходит, это здорово, что такое большое скопление людей, разные интересы, но цель у всех одна. В нашей стране это, пожалуй, уникальный случай, когда экологический праздник стал общенародным. С каждым годом, а День Тигра проводится уже в 19-й раз, на карнавальное шествие выходит все больше людей. Продолжилось празднование на площади. Творческая студия «33 плюс 1» установила гигантского тигра раскраску. На черно-белой кошке оранжевой краской рисуют и пишут все желающие. На сцене торжественные речи и призывы хранить приморский край и беречь природу. Я рад, что этот праздник дал новый толчок в развитии инфраструктуры, в защиту дикой природы, в защиту тигра. Начал помогать людям, которые в этой сфере трудятся. Я рад, что инициатива президента и активной команды фонда «Амурские тигры» и лично Константина Анатольевича очень нашла отклик в сердцах многих, и мы видим, насколько ярким и масштабным стал праздник. Далее вручили призы и памятные подарки участникам праздника, а затем концерт, в рамках которого жители города послушали композиции начинающих музыкантов Владивостока и кавер-версии песен известных групп «От Алисы до кино». Кроме концерта на площади прошли соревнования на лучший рисунок и мастер-класс по лепке миниатюрных тигров, веселые викторины для малышей, несколько тематических фотозон, огромное количество точек с аквагримом, мастер-классы по изготовлению воздушных змеев. Кстати, идея запуска воздушных змеев появилась буквально накануне праздника. Зоозащитники обратились в администрацию города с просьбой отказаться от запуска воздушных шаров. Мы пришли впервые с нашими первоклассниками, до этого ни разу, к сожалению, не были здесь. Очень понравилось. Понравилось девчонке? Очень! Он герб Владивостока, он хороший, он защищает нашу Россию, мы его тоже с удовольствием будем защищать. Также в рамках Дня тигра традиционно организовали проект по обмену фотографиями фотосушка. Участники могли повесить свои распечатанные снимки, сушиться на веревке с помощью бельевых прищепок, а в обмен забрать любые другие. Рядом установили еще одну небольшую сцену. Здесь начинающие музыканты Владивостока проводили свой небольшой концерт. В праздновании Дня тигра, хозяина Приморской тайги и самой крупной кошки планеты приняли участие порядка 15 тысяч человек. День тигра давно уже вышел за рамки просто экологического праздника. Он стал семейным и дал толчок к развитию всей необходимой инфраструктуры для защиты этих животных. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.